В этот день Святая Троица явилась человечеству сразу в трех своих ипостасях – Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой. В праздник Богоявления митрополит Омский Таврический Владимир с духовенством Омской епархии совершил Божественную Литургию и чин Великого Отсвящения Воды в Кафедральном Соборе Успения Пресвятой Богородицы. Православная Церковь установила торжественный праздник Крещения Господня и назвала его Богоявлением. За Божественной Литургией митрополит Владимир совершил хиротонию Водиакона, студента третьего курса Омской духовной семинарии Владислава Савицкого. Божественная Благодарь, всегда немощная соврачующий и ускудивающий восполняющий, Расчесует Владислава, благоговенищего и подиакона, подиакона, помолимся в убойне, да приемли бы благодать и Святого Духа. После Божественной Литургии Владыка совершил чин Великого Отсвящения Воды. О значении праздника и о том, как была явлена Святая Троица, рассказал в своей проповеди митрополит Владимир. Мы часто слышим, нас спрашивают, как этот праздник называется, крещением Господне или Богоявлением. Дело в том, что в этот день крестился наш Господь Иисус Христос в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Ну и в этот же день, когда совершалось крещение, когда Иоанн Креститель крестил Господа, то сверху спускался Дух Святый в виде голубя. А сверху был услышан голос, что есть Сын Мой Возлюбленный, а Нем же благоволив. То есть было свидетельство Святой Троицы, поэтому это называется Богоявление. Одно из величайших священодействий крещения и Богоявления – чин Великого Освящения Воды, возвращающий ей первобытную чистоту, чтобы низвести на нее благодать Святого Духа и небесное благословение к освящению душ и телес. Святая водичка осень помогает, еще как помогает. Я каждое утро ее пью, читаю молитву и пью. Я благодарю Господа нашего за помощь, поддержку, за лечение. Думаю, без водички было бы сложнее, было бы труднее. А так и духом воспрянуть, и силы вроде добавляются. Помолился, водички попил, вперед. Крещенская вода, Великая Агиасма, переводится с греческого языка как Великая Святыня. Она помогает тем, кто кропит ею свои дома, пьет поутру натощак и во время болезни с благоговением и упованием на милость Божию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!